Здравствуйте, товарищи! Сегодня будет необычное видео, оно будет комбинированное и по экзоскелету, и по Делориану. Ввиду последних событий, тестами, было выяснено следующее, что в системе необходима амортизация. Ну и есть еще небольшие печальные такие новости, связанные с коронавирусом, опять же, с этим гребаным. Долбанные китайцы, слабенькие здоровья, уже к нам эту штуку принесли, как я понял. Значит, Алиэкспресс просто перестал высылать посылки, и вообще тишина на сайте, они даже деньги не возвращают. С чем это связано? Ну, видимо, с этим. Не там, как говорят, некоторые под домашними арестами даже сидят. Их не выпускают, ни на работу, никуда. Но это не важно. Важно то, что мы пока не можем продолжить работу, потому что две посылки у нас до сих пор на почте, и до сих пор они не дошли. То, что дошло, мы поставили, мы поставили распределители. Как-то я ногой, да, показал, не очень хорошо. Нормально. Мы поставили распределители, мы проверили, протестировали, поставили дросселя. В принципе, все работает, система рабочая. На самом деле, единственное, что можно здесь отметить, не хватает все-таки системы амортизации. Потому что при ходьбе ты чувствуешь его жесткость, поэтому необходима система амортизации. Про систему амортизации я не знаю, задумывались ли кто-то вообще, когда-нибудь или где-нибудь, в каких-нибудь институтах, я не знаю, в военных разработках. Что-то я такого подобного не видел ни разу. Все делают на жестких шарнирах, ну или практически все. Может, я чего-то не знаю. Не знаю. Но при увеличении веса эта проблема становится более актуальной, потому что человек-существо мягкое, а скелет, естественно, это вещь твердая. Поэтому пока мы в долгий ящик не откладываем, пока он здесь висит себе спокойно на месте, у нас есть Mark I экзоскелет. На нем мы будем экспериментировать, мы пробуем сделать компактную систему амортизации для каждого сустава и сочинения. Вот. Протестим ее, естественно, это мы все покажем. И потом будем двигаться дальше. Дело в том, что брать просто, пилить и делать сразу на месте на этом экзоскелете, ну это кощунственно. Потому что, не зная еще технологии, не зная, из чего мы будем ее делать, и не зная, как она будет работать, портить его я не хочу. Поэтому у нас есть еще один экзоскелет, на нем мы будем экспериментировать. Грубо говоря, скажем так, что у нас есть почва и полигон для экспериментов. То есть, по идее, все наши видео, они связаны в одно. Все видео посвящены теме, как построить экзоскелет правильно. Потому что многие в комментариях говорят, ой, вы сначала делаете одно, потом делаете другое. Нет, ребята, мы делаем все в одном. Мы экспериментируем на одном, применяем на другом. То есть, получается общая технология экзоскелетов на примере нескольких моделей. Каждая демонстрирует свою часть разработки. Именно. Потом все эти части разработок соединяются в каком-то одном. В следующей модели. В следующей модели. Все правильно. Пока до модульности мы еще не дошли. Марк 8 еще пока в долгий ящик немножко отложился. Потому что, ну, ни средств, ни возможностей, ни ресурсов на него просто нет. Спонсировать никто не хочет. Да и мы не особо хотим просить, если честно. И не будем просить. Потому что, ну, надоело. Следующее видео вы, наверное, увидите уже опять будет посвящено Марку Первому. Потому что на нем мы будем отрабатывать новую технологию спины несущего модуля вот этого, который тазовый. Потому что там мы решили от этого отказаться. Потому что во всех моделях практически, сколько я видел, везде одинаковый модуль. Но там такого не будет. Там будет применена новая технология. Мой коллега продолжит. Недостаток Марка 5 был в том, что несущая ось спины идет дальше. Она сдвинута назад по сравнению с несущей осью ног. Из-за этого идет перекос тазового модуля. Здесь он идет вниз, а здесь вверх. У большинства экзоскелетов подобного типа такая проблема присутствует. Для ее решения мы придумали новую технологию, где позвоночник будет реализован совсем иначе. Не так, как это было сделано во всех предыдущих моделях. Но мой коллега показывает на примере Марка 4, потому что у нас просто пока здесь других скелетов не висит. У этого такой проблемы нет, потому что это капсула. У нее разнесен вес правильно и нагрузки со спины тоже правильно. Да, потому что здесь есть передняя часть. У Марка 5 не было передней части. Топтаться-то топчется нормально. Да, хорошо. но система еще не замкнута потому что носка еще не хватает распределительной носке тот воздух вот сделал себе такой прибор для удобства резки распиливания профиля можно резать на столе можно резать на весу удобно ничего держать не надо болгарку все элементарно работает типа третья рука как мы любим на газлифтах все работает содержится все ровненько отпиливает ручка натвертки две степени свободы боковые резы чтобы делать по диагонали естественно опускание вот начинается реанимация старого двигателя который стоял около шести лет без запуска вы можете увидеть сейчас мы наливаем бензин фильтр наливаем бензин радиатор уже поставили как вы можете видеть покрашены на место заклеенную коробку коробку мы поставили все на место в камеру мы залили бензин карбюратор сейчас ищем дозатор который я снял выставил себе на волю но мы его как-то не можем найти пока придумали вот такой тройник поставить сюда с тройником теоретически тоже должно работать мы посмотрим свечи сейчас мы вкручивать пока не будем мы засунем туда эндоскоп и посмотрим в каком состоянии там наши замечательные кованые поршни и в каком замечательном состоянии наши замечательные стенки цилиндров в принципе все дай долго постоять съем эндоскоп и пихаем его ну давай болина пихаем его а я кинет второе перчатки есть в кармане как много соплей в этом видео назальных опять пюсер холодает ах ты ёлки его просто то что а папы его ливичный блядь у клубного экран замерз не реагирует ох ты ёлки он еще и не отвечает в этом тоже какие-то отложения есть смотри ну в принципе масло там нет все хорошо значит колпачки смотрим стенки больше отражается есть какая-то ржавчина по бокам вы не немного давай сережка ты свой потихоньку сильно не надо вон мы видим отложения до какие-то блять в принципе для пяти лет простое это нормально мне кажется и состояние у них охуительное антифриз конечно немножко есть стенки тузы стенки блять да в антифризе курить зеленом блять кристаллы блять налипли на плохая идея курить на заправке не делать так никогда так как мне все равно все равно я похуй да смотри а у нас дозатор то худой по ходу дела смотри ну поправится может это не сверху налил так рад мы видим сверху налил ну мы его этим герметиком залепим с прям вот это весело в герметику катаем это плохо я думаю что это кушинам много жрала оказывается надо двигатель на спирту делать силы алкоголика что получается залили сейчас короче бензин 98 бензин фильтра залили 98 бензин да вот это как эти херкент называется дозатор 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 из башки вот у него тоже завели обходил у нас немножко бежит либо это просто перелили как бы что же мне кажется больше вариант сейчас аккуму ставить свечи бой с платином две новых две немножко как бы уже использовались но свеча смысле такая что у них искра как у сварки нормальные свечи даже в давние верверки можно устраивать блин в давние времена их покупал сейчас все жалуются на боже боже говно но эти свечи куплены наверно лет так 7 назад понятно перчатки ушли все так холодно так вы череет давайте на быстро промоточки и все я буду рассказывать ну-ка давай как будет рассказывать чай с малиной донер на кружечке так я снимаю давно уже да в принципе блин состояние цилиндров вполне приемлемые для пяти лет простое видео это все видно поршнями чего конечно видно блин а вот мистер ворчу мистер пиздун снимает самое главное это не метод кручу все поставим потому что этот мотор не заводили пять лет ни разу и никогда что значит ни разу никогда все таки чай с малиной решают чай с малиной просто очень хорошо решать ничего нет лучше чем чай с малиной ну только не жри ты это я гулять придурок палец съел можно света от перчатки все надо идти за кого-то доза доза для наркомана карбюратор не сначала кому принести пускай она там будет венца за весь все печенье созрабли все печенье созрабли на технологию электроне там ремонт и технологию если пизда нет тут блин в автомобиле и сразу на будущее ну как вам пять лет простой вот такие автомобили раньше делали не то что сейчас а фары горят это дневные ходовые это дневные ходовые это дневные ходовые вот собака лезет классно все ну вот там вот какой-то дым идет ну все видеть отгорает у меня одна эта сломалась не жалко глушака скобы надо подварить поставить не надо антиквит вон тверстый там тасол какая ну в принципе да вот так вот запуск зашибись соплей намотали на кулак ну и ладно что это замерз сильно ну ты то блин под допингом все сама поедет ну да куда ехать ехать некуда вертолет там наделать разлетела ну да что бы выехать то отсюда похуже похуже 5-6 лет прошло а бензин работает 98 репетина ребята из глушителя ничего не плюется все полностью сгорает засера Собираемся сделать комплект короткого хода не завяжу будет одно видео Там мыши действительно лучшие Ручину забыть Смотрите как это странно и чувствует Так как у нас есть эта штука в запасе В принципе эту можно испогонить Поэкспериментировать Я думаю страшного ничего не будет Что мы немножко укоротим ход Наоборот будет только лучше По крайней мере я так думаю Вот как вы видите машина работает Заводится с полтыка Сейчас Коробку поставили Привода прикрутили Укоротили кулису она работает Вход стал немного короче Но не так как бы хотелось конечно Но все равно короче Немножко стяжка пока еще не преработала Что еще Фильтр пока так Есть все на месте Видите работает мягко Прогревается Дождемся когда включится Внутри Вообще в планах Это глушитель Глушитель еще не сделали С одной стороны крепление глушителя отвалилось Там такие две скобы Одно сломалось Глушитель лечить не может В планах конечно Вы видите что головка в масле Прокладки все надо менять А если менять прокладки Почему бы сразу не перебрать головку Почему бы не посмотреть в том состоянии поршня Если мы смотрели через мгстон Все нормально Но я думаю что мы головку снимем Хотя бы ей перетекнем И сделаем ей капиталку И в планах потом поставить Компрессор на нее Компрессор поставить Где то чтобы он здесь был И сверху карбюратор на компрессор Если мы будем Переносить все таки мотор назад Естественно там будет места больше Поэтому мы можем там и развернуть Пока все Сейчас мы будем ждать Немножко когда растает Немножко когда растает Чтобы можно было Тухало буду выгнать И естественно на ней выехать Нужно выехать Но возможно пока никак В принципе машины уже подготовили Может габариты даже горят у нас Да Даже габариты Но спереди все работает Сзади все работает Сзади все работает Ага Ага Машина когда-то да Выруби габариты Вот Работает Ну да Как вы видите В приставе прекрасно Если мы закроем капот Мотора практически не будет Все Ждем когда включится Собственно по Делориану У нас пока все Мы все собрали Мы попробовали на ней подвигаться Она ездит вперед назад Но выехать отсюда нереально Потому что здесь все гробы Резина летняя Ну и самая главная проблема Вот можно увидеть Здесь стоит наш будущий броневик Который мы собираем уже очень долго И проблема в том что Он сегодня может выехать С этими колесами он не помещается Через камеру он туда не заходит Через ворота Поэтому Либо снимать колеса И прогонять его Ну это геморрой на лебедках Либо прогонять его вперед Либо прогонять его Придурочная собака на самом деле Не заводите хаски Она вас заебет Пойдем Значит 66 получается Мы Сироко прогоняем вперед 66 загоняем сюда Потом может быть выезжаем Но придется ждать Пока нарастает снег Наверное это будет только весной Либо все это откапывать Но пока Некогда Работы очень много Рэй Отстань Не заводите хаски Еще раз повторю Он вас заебет В принципе все А на этом я с вами прощаюсь Впереди вас ждет еще много чего интересного Подписывайтесь Ставьте лайки И пишите больше комментариев Больше комментариев Продвигает видео Подписывайтесь 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 Продолжение следует...